Калуга 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 и нет необходимости, потому что у вас профессионалы играют. На самом деле в раздевалке уже говорится определенные тактические нюансы по отдельным игрокам, соперникам. Условно говоря, этот левша перекрывает его левую ногу, гоните под правую, и тогда вам будет проще обороняться. С этим нужно играть на опережении, с этим нужно играть наоборот, с зазором, потому что он быстренький на двух движениях качает и убегает за спину. Здесь на самом деле чисто индивидуальный, плюс работа по стандартам в обороне. С Калугой мы увидим индивидуальное что-то, или все-таки это будут стандарты и общие фразы? Ну, давайте честно говорить. Ну, я думаю, что здесь это будет конкретика, где более сильна Калуга, на что стоит обратить внимание, и те же самые стандартные положения. Но у Калуги есть один игрок, я думаю, вы не знаете его фамилию, но его называют 12-й игрок. Он есть у всех команд. Это влияет вообще на команду? Конечно. Когда вы приезжаете, то, что когда гонят, ваши игроки мотивируются? В любом случае, чем больше болельщиков на трибунах, тем интереснее играть. Потому что всегда эмоциональный заряд, когда 500 человек, когда сидит, ну, даже хотя бы там 7-8 тысяч, он намного больше. И когда приезжают, условно, вот мы играли в прошлом году с Воронежем, наши фанаты были, воронежские, но все-таки расстояние короткое, они смогли добраться, полный стадион, там, пятитысячник, и плюс две фанатские трибуны. И все равно, вот, накал борьбы, он все равно повышается, повышаются эмоции на поле. И я думаю, что чем больше болельщиков на трибунах, тем интереснее и самим футболистом играть. А вы вообще интересуетесь болельщиками? Потому что заходил на сайт вашего клуба, и там тоже постоянно пишут, что мы хотим поговорить с тренером, будут ли встречи. И когда заканчивается игра, ваши слова, может быть, команде, или она сама просто безговорно идет аплодировать? Ну, у нас есть такая традиция, что после каждого матча мы собираемся в круг, и после каждого определенного матча я должен найти какие-то слова, чтобы сказать своим футболистам, после этого мы расходимся, и они идут благодарить болельщиков. У нас очень хорошие болельщики, поэтому планируется после первого сентября встреча с болельщиками, где постараемся и я, и наш тренерский штаб, и руководство клуба ответить на все интересующие вопросы. А у вас были какие-то ситуации с болельщиками? Хочется, чтобы они были какие-то веселые, интересные и запоминающиеся. Может быть, где-то в городе вас встретили, что-то попросили, автограф, фотографироваться, или когда вы подходили к трибуну? Ну, на самом деле, у нас, получается, скамейка запасных располагается близко к большой трибуне, к трибуне, которая в основном заполняется на нашем стадионе. Ну, и пока я чувствую только... Да, если вы сами понимаете, что три невыигранных дома матча, они все равно вносят какой-то негатив в атмосферу, в общение. Но выходя каждый раз к тренерской скамейке перед началом матча, я чувствую их поддержку и доверие. На каждом стадионе есть такие игроки, которые, наверное, кричат в вашу сторону, потому что, Мурат Салимович, у меня 11-го игрока. Да. Вообще, как обращаетесь на это? Может быть, даже когда-то поворачивались, сказали, да, хорошо, сейчас я уйду. Или все-таки вы даже не слышите то, что идет от трибун. Да, они гонят команды, но вы пытаетесь отключиться. Нет, отключаться не получается. На самом деле, все равно ты слышишь, что происходит у тебя за спиной. Ну, чаще всего ты, когда поворачиваешься к своим помощникам и начинаешь с ним общение по поводу той или иной ситуации, все равно кто-то там с трибуны может крикнуть, и все равно как бы ты все равно прислушиваешься. Да, это давление определенного рода, но ты должен понимать, ты это на самом деле так или ты должен принять другое решение. Ну, я потому что, опять же, только читая комментарии, все болельщики пишут, что как будто вот вы слой. Вы это сейчас чувствуете? Да, я в первую очередь хотел бы поблагодарить руководителя области, нашего генерального директора, нашего спортивного директора за оказанную мне честь и выказанное доверие, то, что мне доверили управлять командой. Потому что уже два года я был помощником Андрея Викторовича. И я уже чувствовал, ребят, они меня чувствуют, и болельщики меня уже многие знают. Поэтому, да, я чувствую, что я уже свой. Отлично. Давайте все-таки возвращаемся к игре с Калугой. У вас будет перед игрой одна тренировка. Это будет натуральное поле. Вот. Для команды это плюс-минус. И на чем будете работать? Это просто пробежаться, размяться, потому что уже скоро игра. На самом деле в таком игровом цикле, где игра идет через три на четвертый, нагрузочных таких тренировок уже не бывает. Сейчас просто главная задача разбежаться с дороги, хорошенько размяться, почувствовать мяч, поле. И, наверное, на этом все. Можете уже сказать, что приехали все самые сильные? Или все-таки, может быть, у вас есть смысл, что давайте с самым сильным отдохнуть. Если что-то будет происходить и игра пойдет не по вашему сценарию, тогда уже, да, где-то в конце первого тайма, в втором тайме будете выпускать. На самом деле трем-четырем игрокам хотел дать отдохнуть, потому что они награли достаточно много за этот период времени. И, возможно, дадим отдохнуть. Мы хотели даже привлечь пару игроков с молодежного состава. Один парень травмировался нападающий, а второй, ввиду того, что у них выездная игра и нет даже, ну там, есть определенные кадры по проблемам в молодежной команде, то мы, к сожалению, отказались от идеи привлечения молодых футболистов к игре на кубок. Здесь все наши 21 заявлены на игру. То есть все приехали, травмированных, никого нет? Я не хочу сглазить, да, но на самом деле травматизм это проблема от главного тренера. Это устраивание тренировочного процесса, какие средства, как был проведен подготовительный период. Все вопросы должны быть там по травматизму. Поэтому у нас хороший тренер по физподготовке, очень хороший доктор, массажист. И здесь в этом плане они очень помогают. И все-таки, наверное, какие-то еще пару слов о этом матче. Как у вас настрой? Настрой? Ну, мы приехали с одной задачей пройти дальше, привезти в Тамбов команду премьер-лиги. Приезжал два года «Зенит» питерский? Это была шикарная атмосфера, потому что такого ажиотажа, наверное, давно не видел перед играми. Пришло очень, ставили дополнительные там сидения, билеты были на расхват, там, билеты, чтобы все звонили и просили, дайте билетики. Плюс то, что «Зенит» приехал не самым как бы слабым составом, дал отдохнуть там также трем-четырем лидерам. Ну, играли и Кокорин, и там Жулиано на тот момент, и Маурисио. На самом деле, игра первые 20 минут, она вообще не предполагала такого результата. Мы даже где-то имели какое-то преимущество, а потом они все-таки адаптировались к нашему полю, и класс их игроков сказался. У вас есть несколько иностранцев? Да. Как проходит общение? Русские и иностранцы где-то это делятся? Как вы общаетесь, знаете языки? Ну, наш капитан Владимир Кашчилов, он черногорец, он лично знает русский язык, он общается, он знает не только русский язык, он знает английский, немецкий, и такой достаточно полиглот. Ну, я владею немножко английским, и общение с нашими иностранцами пока идет на английском языке. Но они понимают ваши требования, правильно? Да. Отлично. Ну, давайте так, не будем все-таки делать прогнозов, конечно же, вы будете со стороны Тамбова, мы будем со стороны Калуги. Надеюсь победить сильнейший, спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо, хорошей игры, желаю вам увидеть завтра. Отлично. Ну, а с вами была передача Вне игры. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...